Всем привет! Мы продолжаем нашу нерегулярную рубрику вопросов и ответов со Станиславом Ореховым. Вот у нас есть Станислав Орехов с своей прекрасной улыбкой инфобизнесмена. Есть я, бедный редактор, который транслирует ему, так сказать, крупицы знаний других людей и сам что-нибудь спрашивает. У нас есть немножко вопросов для Станислава, а именно два. Начнем с вопроса, который прислали в телеграм-канал Станислава. Света подписаться, довольно интересно, чити его, сам читаю. Вопрос такой. Станислав, привет! Слушай, а в дизайне можно такими штуками заниматься? Я ищу клиентов на дизайне и передаю такие заказы какой-нибудь студии. Но сам нацениваю там 20-30% или сколько получится. Чем я вообще рискую? Ну, это получается как работа агента, скорее. Чем рискуешь? В принципе, 20-30% тяжело будет накинуть. Чаще всего это будет примерно 10% от заказа. Это нормальная агентская схема по агентскому договору. Когда ты накидываешь 20-30%, это тоже можно делать, но просто отдать не получится заказ. То есть нужно будет его контролировать еще как менеджер. Потому что в этом-то и заключаются дополнительные деньги. Никто просто так платить денег не будет. Будут платить за какую-то работу. Вот работа как раз и я. А если клиент не вдупляет вообще, сколько стоит? Ну, один раз ты продашь, а дальше клиент уже обратится напрямую в эту компанию. Ты-то там зачем нужен? Это одноразовая продажа получается, а в семье... Нет, погоди, клиент я продал ему, он дом сделал, может через 5 лет следующий заказ мне принесет, а я пойду другим продавать, нет? Может быть и так, но также ты рискуешь тем, что клиент закажет, допустим, комнату какую-то небольшую, а потом... Ну, или сделает первый платеж, а все остальные платежи сделают уже мимо тебя. То есть тебе нужно будет стоять как посредник и контролировать всю эту историю. И ты превращаешься как там собака пятая нога и каким-то нахлебником ты получаешься. Если ценности нет, то ты не нужен. А лучше сделать все-таки взять на себя какую-то ответственность, либо взять просто меньше денег, но за конкретику какую-то. То есть 20-30 достаточно много, и это нестабильная история. То есть вопрос был, чем я рискую? Ты рискуешь тем, что ты будешь не нужен, тебя советовать не будут, и все будут о тебе отзываться, как о человеке, который ну вот такой вот нахлебник получается. Я понял. Слушай, а если тебе в студию придет человек и скажет, слушай, я принесу тебе заказ, вы делаете его по вашей рыночной ставке, а я себе еще с него там 20-30% накидываю, ты ему отдашь такое? Да, конечно, без проблем. Ну, обычно 20-30% это много. Я предупреждаю его, что сделка может не состояться, потому что, ну, клиенты же не дураки, и мы не хотим с дураками работать в целом. Нормальная ставка где-то процентов 10, потому что, ну, все остальное это уже либо ожидания какие-то завышенные, либо какие-то мутные схемы. Вот, но если человек говорит, дело проверено, я говорю, окей, тогда ты будешь сам мне клиентом, то есть я буду, давай с тобой заключать договор, а ты заключай с клиентом. То есть ты мне, ну, как бы, ты мне будешь платить вот эту вот надбавочную стоимость. То есть в ситуации, когда нужно вернуть там 20-30-50%, ну, я бы туда, наверное, сильно не влазил. Ясно, я понял, хорошо. Ну, просто это всегда какая-то мутная схема и, возможно, какие-то проблемы с этим. Ясно. А вообще есть такие люди на рынке, могут они там ходить и заказывать каким-то образом? Короче, работать внешним менеджером по продажам. Да, могут, схема нормальная, могут работать. Просто тут надо понимать, в общем, самое главное здесь задача и мысль. Не быть человеком, который там просто так вот получает деньги, а действительно получать за какую-то пользу. Потому что мы все равно работаем в позиции, когда нас рекомендуют, либо мы рекомендуем. То есть ты не сможешь, у тебя не хватит бюджета работать на одноразовых заказах. Это даже не по какому-то эмоциональному там, да, порыву, а потому что экономика не сойдется. У тебя экономика должна быть такая, что когда ты встанешь, допустим, на конференции, либо где-то в приличном обществе, тебя спросят, о чем ты занимаешься. Ты должен, как бы, сказать, что ты приносишь пользу. А так ты, как бы, сильно пользу не приносишь, у тебя одноразовая какая-то, купи-продай. Вот, и так как с тобой, в принципе, общаться-то и не о чем будет, то ты не будешь слишком знаменитый и полезный. А это половина там успеха. И если мы работаем над личным брендом, ну, рекомендую это делать, то лучше сразу изначально придумать схему, это несложно, нормальную, которая удовлетворяет всем участникам рынка. Вот, поэтому… Например, вот можешь ее обрисовать? Да. Как это вообще выглядит? Ну, во-первых, это получается не 20-30%, либо 20-30% ты берешь, но ты обеспечиваешь какие-то действия. Ты, к примеру, даешь модель работы правильную, по которой и клиент, и исполнитель, они не получат, ну, каких-то негативных последствий. Это вот модель Uber, допустим. Они берут 30%, например, или там 20, сколько там, около 30. Почему? Потому что клиент защищен, что он не попадется к какому-то водителю, да, непонятному, а водителю не надо искать клиентов, ему к приложению они приходят. Вот за это имеет смысл получать. Но и за Uber, допустим, там идет юридическое очень сильное обоснование, какие-то конфликты он решает за свой счет. То есть вот это уже полезность. Если бы просто знакомили на улице, там тебя какой-то, ну, знаешь, как вот таксиста опять подводит, да, говорит, вот, типа, таксист, и с ним договаривайся, а мне сразу 30% отдай. Ну, это какая-то непонятная схема, как в аэропорту в Советском Союзе. Я понял. Хорошо, ладно. Слушай, как ты вообще считаешь, на дизайнерском рынке может быть такая услуга, как-нибудь внешний менеджер продаж, который просто продает себя как студиям и занимается, как бы настройкой для них становится? Внешний менеджер продаж, который привозит клиентов? Может, конечно, почему нет? Это не обязательно дизайнерство, на любом рынке бывают агенты, которые это делают. Нормальная абсолютно история. Я бы, более того, на этом, ну, можно бизнес построить вполне нормальный, когда ты, как менеджер, у тебя даже не одна будет студия, а 10 студий, и ты, в зависимости от того, какой клиент тебе пришел, говоришь, вот эта студия справится с тебя стилем лофт, а если тебе надо премиум какой-то сегмент, говоришь, вот эти лучше всего, а экономщики вот эти, и ты можешь себе пул создать дизайнеров и продавать клиентов, то есть взять у них портфолио. Это, в принципе, неплохой такой сталь для начала бизнеса. Но он не очень простой способ, но, как бы, возможно. И получаешь, что деньги, как бы, от студии, получается, в таком подходе? Нет, не обязательно. Ты можешь либо от студии получать процент, ты можешь получать за привлечение клиентов, ты можешь вообще продавать даже не сделку, а лиды. Ты говоришь, вот хочешь, я буду тебе давать клиентов потенциальных, они нереальные, но и стоимость будет дешевле. К примеру, потенциальный клиент будет стоить тебе 5 тысяч рублей, например, или 10, или 15. Например, давайте возьмем 10, средняя стоимость. Готов ли ты платить по 10 тысяч рублей за потенциального клиента? Я не знаю, но я должен посчитать, как руководитель, да, студия, сколько мне стоит привлечение клиента. Допустим, мне привлечение клиента стоит 10 тысяч рублей или 15, а мне человек предлагает за 10. Как бы, мне это выгодно. И я говорю, окей, тогда единственное, что нужно сделать, это взять квалификацию у этого клиента. Что такое квалификация? Это мне нужно, чтобы клиент был готов работать прямо сейчас, первое. Второе, это что у него есть деньги. И третье, что ему мой стиль подходит. Соответственно, в такой ситуации моя, после продающей сессии, после консультации у меня будет закрытие, допустим, в половине случаев. Ну, это уже моя работа, закрыть клиента. И я могу очень легко посчитать, что я покупаю, допустим, 10 клиентов по 10 тысяч, я 100 тысяч трачу, но закрываю из них 5, каждый контракт по 500 тысяч. То есть, итого я получаю 5 на 500, 2,5 миллиона. Готов ли я отдать 100 тысяч за то, чтобы получить потенциально 2,5 миллиона? Да, потому что это менее 5%. Я понял, интересно. И если ты как менеджер даешь такие условия, ну, для студии, ну, как бы, надо быть просто очень странным человеком, чтобы не согласиться. Это же просто цифры. Ну, всегда, наверное, есть в такой ситуации желания у людей такие, ну, нафиг мне нужно, я пойду сразу в студии буду разговаривать. Ну, то есть, ты все равно же засветишь название, там, какие-нибудь картинки. Я же могу потом нагуглить как-нибудь их. Погоди, ну, в этом случае то, что я сейчас назвал, я продаю студии контакт. Я, что я делаю? Я, допустим, рекламное агентство становлюсь. Я в интернете даю рекламу. Говорю, хочешь себе дизайн интерьера вот в таком-то стиле, вот с такими-то условиями? Если хочешь, нажимай на кнопку «Проходи регистрацию». Человек проходит кнопку регистрацию, я с ним созваниваюсь, и так получилось, что в мои, ну, условно, сети, если мы говорим, как рыбаки, да, то в мои сети попала крупная рыба. Я ее сам сделать не могу, но я могу пообщаться нормально и отдать студию. И вот только за факт передачи контакта я со студией, допустим, возьму 10 тысяч. А клиент мне стоил, настройка таргета и создание рекламы мне стоило 5 тысяч, ну, то есть, на круг. Я понял. Поэтому, конечно, это бизнес рекламных агентств. Странно, почему они этого не делают, но я думаю, за этим будущее. Ясно. Мы сейчас уже так и начинаем делать. Да, серьезно? Да, вот я на прошлую неделю тестировал такой способ. У меня клиент, правда, он не бизнес получился, а клиент эконом. Это квартира от 80 до 130 метров. У меня получилась цена контакта полторы тысячи рублей. То есть, за 4 тысячи рублей мы взяли 3 потенциальных контакта. Ну, то есть, я с ними созванивался, и им можно было дальше встречаться, продавать. А какой процент конверсии вот таких потенциальных контактов? А я уже этого не делал, потому что это следующий этап. Ну, то есть, мне это не нужно было их брать, мне нужно было просто проверить, есть ли заявки или нет. То есть, нужно делить продажи всегда, чтобы в них разобраться, на составляющие. Первое – это в целом, как бы, там 4 составляющие есть, там, если интересно, по ним тоже могу сказать. То есть, это только одна из составляющих. Факт получения заявки – это первое действие. Следующее действие – это факт заключения переговоров и заключения сделки. Это уже зависит от умения провести продающую презентацию и от стоимости, от продукта, от многого чего зависит. Я понял. Так, хорошо, слушай, вот связанный вопрос. У нас, честно признаемся нашим слушателям, у нас недавно с тобой была небольшая дискуссия. Она вот чего касается. У меня зачем-то есть аккаунт ВКонтакте, и мне постоянно ВКонтакт показывает рекламу стрёмных инфо-цыган, которые предлагают мне свои услуги научить меня обычно копирайтингу, реже маркетингу, какие-нибудь лидогенерации, ещё чем-то. И, в общем, вопрос такой. Вот есть какое-то объявление, оно выглядит довольно странно, оно очень абстрактное, непонятно ничего про самого учителя, про то, где он работал, чем он занимается, как он учится. Как он учит. И вопрос такой. Как вообще оценить, насколько это прямо инфо-цыган, или это нормальный человек, и стоит ему денег занести? Ну, смотри, по объявлению, по объявлению, ты никак это понять не можешь, не получится у тебя, потому что можно только как бы косвенно решить, что, допустим, если человек хороший специалист, то, например, он не умеет продавать, и значит, если он не умеет, или плохо продаёт, если он не умеет или плохо продавать, он будет писать свои регалии, что-то там делал и так далее, то есть, по которым 5% людей, думающих, таких, как ты, будут делать анализ. Но на этом сильно, скажем так, не вырастешь. Если человек нацелен на массовую аудиторию, то, скорее всего, для массовой аудитории он будет продавать именно так, как он продаёт. То есть, он будет людям, 95% людей, ну, не важно сильно, что за учитель, им важно, какой результат они получат. Это просто так работает мозг. Людям наплевать на остальных, ему важно, что я получу для себя. А получу для себя это какие-то быстрые результаты. Поэтому, если человек хорошо продаёт, он будет продавать именно по эмоциям, скорее всего. И он будет продавать по результату, который тебе гарантирует там с какой-то там вероятностью. При этом, ну, ты никогда не узнаешь, что там внутри. То есть, скорее всего, да, скорее всего, там может быть и ничего хорошего. А может быть, наоборот, может быть, он как раз-таки является тем маркетологом, который ведёт клиентов, лидов, и перепродаёт этих клиентов, допустим, уже опытному специалисту. Например, тебе. Вот если ты ведёшь какой-то курс, но ты продавать не хочешь, не умеешь и не любишь, например. Но ты говоришь, давай мне заявки, и люди, записавшиеся на курс, скажут заявку, я буду тебе там сколько-то денег платить. Тебе всё равно, что он там льёт куда в интернете, тебе главное живые контакты. И он тебя об этом тоже не спрашивает. У меня есть курс с копирайтингом. Где моя красная кнопка? Я пытаюсь, как могу. Я просто из как-то жалких сил своих. Ты чувствуешь, как я тебя подвёл, да, чтобы ты чуть-чуть порекламировал себя? Да, да, спасибо, спасибо, наконец-то. Ну вот, я даже не в курсе самом о том, что люди бывают разные, которые приходят на курс. И, скажем так, мне, например, как преподавателю, работать с людьми, которые пришли на эмоцию, условно, не на моё портфолио, не на моё имя, на мой опыт, а просто на эмоцию, на чувство причастности. Мне с ними очень тяжело работать. Мне кажется, что качество таких студентов невысокое. И вот, что ты по этому поводу думаешь? Ну, это уже вопрос продукта, что ты делаешь? Тебе нафига мне эти лиды, если я буду с ними мучиться? Они там, фейсбука у них нет, например, даже. Они даже мне написать никак не могут. Но смотри, если ты гарантируешь результат, либо даёшь какой-то результат, то задача твоего курса – сделать так, чтобы человек результат был. И, в принципе, если у него нет фейсбука, значит, тебе нужно встроить в курс какой-то урок на 5 минут, как завести себе фейсбук, например. Ну, то есть, это задача продукта, да, кто к тебе приходит и как. Тут вопрос возникает, типа, хочешь ли ты, с кем ты хочешь работать, да, то есть, кто будут твои клиенты. Если ты такой говоришь, мне вот только, там, премиум сегмент, ну, окей, только премиум сегмент, но у тебя тогда будет, там, высокий чек, например, и мало студентов. А если тебе нужны тысячи студентов, ну, например, да, и большие деньги, то, ну, вопрос, что тебе надо чуть-чуть подредактировать свой продукт в зависимости от того, что у них нет, и с ними работать. То есть, и так, и так работает. Да, я понял. Хорошо, слушай, вот, допустим, я зашел в ВКонтакте в объявление, там какой-то очередной чувак продает копирайтинг. Да. Вот давай посмотрим, допустим, у него нет нигде ни в странице ВКонтакте, ни на лыдинге, вообще нет ничего про его портфолио, кем он работал, и вообще это хорошо или плохо? Это минус ему или плюс? Это все равно. То есть, смотри. Так как все равно-то? Ну, давайте еще раз объясню. Есть думающие люди, то есть, я, например, буду смотреть, то есть, люди, которые будут копать, но таких 5% всего. Поэтому, в принципе, ему все равно, это в рамках погрешности, потому что 95% людей им важен результат, как это ни странно, ни печально. Не, ну, это же связанные вещи-то, ну, то есть, как результат он может гарантировать, если он сам не умеет, например. Ну, как бы, смотри, во-первых, у тебя ложный... Как доказать, что результат гарантирован? Смотри, у тебя ложное убеждение здесь сейчас в том, что если я не показываю свои результаты, значит, я не умею. 100% я так умею. Но это ложное. А как? А почему ложное? Ну, потому что, вот я, например, умею, например, делать дизайн, но я могу дать рекламу, в которой я не показываю себя и не показываю, что я даю результат. Вернее, наоборот, показываю, что я даю результат. Ты же не назовешь меня мошенником просто потому, что я не показал, что я умею. Ну, погоди, в твоем-то случае я от тебя-то уже знаю, но если какой-нибудь абстрактный дизайнер интерьера... В общем, ты меня не знаешь. Я скорее подумаю, что он какой-то мутный чал, я денег ему побоюсь нести. Да, но ты 5% людей. Ты в эту категорию относишься. То есть, он пофиг на таких, как я, ты хочешь сказать. В принципе, я же тебе сказал, они в статистической поверхности находятся. Почему это так происходит, еще объясню, потому что мы воюем за фокус внимания. То есть, идеально, конечно, и тех, и тех цеплять, идеально описывать и тех, и тех. То есть, и результаты показать, кому интересно, и, ну, итоги, да, что у тебя получится. Но чем он рискует? Он рискует тем, что люди, 95%, которые на эмоцию пришли, они, у них эмоция потухнет, когда они пойдут изучать твое портфолио. И потом они подумают, окей, нормально, положу в закладочки и не оставлю свой контакт. Потом они забудут, их увлечет Инстаграм или что-нибудь, и они уже никогда не вернутся. Поэтому, как бы, распыление, что ты даешь 2 ответвления, иди портфолио посмотри, и иди еще, значит, приложение посмотри, ты уже теряешь половину людей. Поэтому ты готов, допустим, ну, или он готов в этой рекламе пожертвовать людьми, которые там умные принимают решения, потому что им нужен эмоциональный подход. А потом уже из этих эмоциональных он вытащит тех, у кого есть деньги, и с ними будет работать. То есть, в целом, для продаж это неплохо. Окей, ну, окей, я понял схему, и не уверен, что она мне лично подходит, но в целом я понимаю. Если тебе деньги нужны, то это, как бы, ну, правильная схема для денег. Если тебе нужны удовольствия и работа с премиум-сегментом, либо с сегментом думающим, то тебе она не подходит. Это же просто, ну, как бы, ответы, что тебе надо. Ну, согласен, да. Я, например, тоже самое. Я стараюсь комментировать стресс. Да, я тоже самое. Я, ну, не стал бы давать такую рекламу, да, для каких-то там своих персональных услуг. Но, допустим, для массовых, например, там, книга у меня есть. В книге я спокойно могу писать, да, книгу специально взял. Тихо, черт, лампочка-то где? А что ж, опять нет это? Вот. Для продажи книги я могу писать, как раз-таки, что она там поможет тем-тем-тем. Это правда, с одной стороны. С другой стороны, я не распыляюсь. Там, ну, например, я могу содержание там сильно не показывать. Вот. Ну, потому что там цена покупки не такая высокая риска, да. Там, ну, как бы, у всех есть 3000 рублей, проблем нет. Ну, и тем более, там есть еще видео. То есть там я могу это делать. Поэтому, в зависимости от продукта, если у тебя один продукт дорогой, то не надо, да. Если у тебя много продуктов, то там разные способы. Я понял, хорошо. Слушай, а получается, как бы, что никак я не могу понять, шарлатан передо мной или нет, пока не куплю курс? Да. Ну, что можно посмотреть? По идее, да. Ты можешь посмотреть на результаты студентов, как бы я сделал. Я бы посмотрел, ну, спросил бы, есть ли какие-то у вас результаты уже, которые добились. Вот. И он бы сказал, скорее всего, да. Я бы не поленился, созвонился прям с этими людьми, нашел бы их там в социальных сетях и задал бы вопрос. Но так тоже никто не делает, потому что, ну, лень. И вообще как-то стыдно и там этим заниматься, ну, какая-то непонятная фигня. Потому что человек уже сам себе продал, он такой, да ладно, все нормально будет, вот же результат есть, и не созванивается. А я бы созвонился. И даже если курс там 5 тысяч рублей стоит... Не, ну, за 5-то, конечно, не надо. Ну, 5-то, как бы... Ну, как какой-то для себя. То есть, я так думаю, если ты там условно, даже не в деньгах делай, если курс там рассчитан на 2-3 месяца, ну, такой серьезный, не какой-то там марафон 5-минутный или там 5-дневный, это все фигня там. Если ты серьезно решил там изучать профессию, там копирайтинг, например, ну, серьезно, либо там стать дизайнером, то тогда, конечно, надо уже... Ты просто время свое истратишь. Деньги даже, ну, ни при чем. Время ты истратишь на какую-то фигню. И потом, самое главное, у тебя будет неправильная модель, которой ты потом переучиваться придется дороже. Ну, вот глупо. Я понял. Слушай, ладно, и вот последний, наверное, вопрос. Мы сейчас говорим про курс копирайтинга, он какие-то копейки стоит там, условно, 3 тысячи рублей. Да согласен, можно даже заплатить ради интереса. А почему он такого низкого результата тогда? Слушай, я не знаю ничего про результат этого курса, я не платил денег и не учился. Понятно. Я про то, что ВКонтакте говорил. Вот. А если мы говорим про более дорогое менторство, коучинг, там твой коучинг стоит почти десятки тысяч рублей. Допустим, я созвонился с таким коучем, и, скорее всего, это платно там. Ты тоже просишь там 10 тысяч, или сколько-то, 15 тысяч рублей за созвон. Для консультации, правильно? Ну, в целом, да. Наверное, это было бы справедливо. А вот представь, что есть какой-нибудь другой коуч, и ты с ним созвонился, вот вы там час с ним поговорили, что из этого разговора тебе важно понять и узнать, что спросить, чтобы решать, платить или дальше или нет. Я понял вопрос. Вообще, созвон с человеком опытным, это самое лучшее, что можно сделать. Короче, 10, 15, там 20 тысяч заплатить лучше всего. Почему? Потому что он тебе путь даст. Тебе самое важное вытащить у человека, с которым ты созваниваешься на консультации, его видение ситуации, из его опыта. Тогда у тебя будет путь, по которому тебе идти. И если у тебя путь вот этот есть, ты как бы уже не совершишь ошибку. В целом, даже иногда и этого бывает достаточно. Поэтому она и называет стратегическая сессия, в которой тебе находят ситуацию, в которой ты находишься, твои цели, и как по мнению человека тебе нужно поступить, для того, чтобы получить результат. То есть, это отличная история. Вторая ситуация, когда стоит идти на консультацию, когда у тебя уже есть какая-то программа, допустим, ты создал страницу, по которой ты хочешь продавать курс, например. Ты будешь давать туда рекламу, например, на 50 или на 100 тысяч. То есть, ты уже решил туда тратить. Ну, как бы, глупо не заплатить 10-15 человеку, который в этом разбирается, который тебе даст комментарий, и он скажет, слушай, тебе надо поменять это и это, и у тебя тогда там конверсии вырастет. Ну, ты просто деньги в пустую не сольешь. А ты просто этого не знаешь, ты никогда с продажами не сталкивался. И, ну, ты вообще не понимаешь, как это делать. Но ты пытаешься сделать это сам. Вот это вот ошибка. Я понял. Окей. То есть, получается, что даже, когда я договариваюсь о каком-нибудь дорогом коучинге, то даже после первого, там, стратегической сессии у меня уже есть какой-то результат, я могу прям даже его повреждать. Да, абсолютно точно. Ты так и говоришь, да, супер, да, давайте вот мы, я бы хотел разрабатывать следующие вопросы, вот, я готов заплатить. Почему надо быть готовым заплатить? Потому что, ну, ты не представляешь, сколько поступает всяких там вопросов, просто странных людей, халявщиков, да, которые просто тратят твое время. Тут даже, понимаешь, тут важен, ну, не факт оплаты, не сумма, там, ну, не то, что там тысячи, три, пять, десять, пятнадцать, то есть, на этом люди не зарабатывают на этих денег. Это просто показывает, что ты не халявщик. И с тобой в целом, и у тебя есть деньги, ну, то есть, ты заработал, ты готов платить за пользу. Вот, только именно вот это показать надо. Вот, поэтому это хороший такой инструмент для того, чтобы, ну, как бы проверить. Ну, как бы ты сильно не рискуешь, да, если это будет там какой-то шарлатан, ты же напишешь в социальных сетях, что что-то как-то это самое, шарлатан, или там верни деньги, мне ничего не понравилось. Ну, то есть, у тебя все равно, ну, всегда есть какой-то вот такой вот возможность, скажем, откатиться. А если тебе человек скажет, слушай, Станислав, я что-то другое ожидал, верни деньги, ты вернешь? Ну, такого вообще в принципе не было, потому что мы обговариваем то, что нужно, но вообще, наверное, да, то есть, почему нет, если он не получил то, что ожидал, да, я с удовольствием верну и скажу, да, я бы вернул, конечно. Опять же, тут не в деньгах дело, а в пользе. Вот, обычно, ну, как бы люди именно получают пользу. Слушай, для меня вот вообще, честно говоря, это хорошая метрика. Я там, общаясь с заказчиками, тоже об этом часто разговариваем, как на берегу договариваемся, что будет, если не пойдет, не получится. И то, что ты говоришь, я верну деньги, если там, например, я свою работу делаю, пока не будет хорошо вам, но если вы вдруг решите прекратить, я верну деньги там, без проблем. Вот, ну, то есть, это хорошая метрика для меня, что человек теоретически это готов. Но на услуги это делать нельзя. Нет, на услуги, это слабая позиция на услуги. То есть, услуга это, услуга это конкретика, которую ты даешь. То есть, ты, получается, тем самым не уверен в своем продукте. Это плохо. Да е-мое, слушай, тебе что не скажи, все не так. Ну, правда, ты прям, ты хоть бы, хоть бы раз похвалил, а? Так я похвалил, что сегодня продавать стал курс. А, ура, спасибо. Так, окей, хорошо. Ну, короче, на услуги нельзя этого делать. То, что где-то уже твоя работа требуется, либо работа твоей команды нельзя возвращать. А, как бы, ну, поговорить, это, ну, то есть, это просто понимание, скажем так, сработаемся мы или нет. Короче, мне выгоднее тебе деньги отдать, чтобы от тебя отвязаться, условно говоря, чтобы ты не стал моим клиентом. Понимаешь? То есть, человек, к которому не подошла, там, условно, там, мои консультации, по каким-то причинам, ну, то есть, я-то знаю, что я круто делаю, то есть, я плохо не сделаю. Иначе бы я этим не занимался, я понимаю, как это делать. Если человек сомневается, то мне выгоднее ему чуть ли там не больше даже отдать, чтобы он просто никогда больше с ним не пересекаться, потому что, ну, скорее всего, он неадекват немножко. Вот, от таких лучше держаться подальше. А когда он уже услугу заказывает, там, или покупает, я говорю, слушай, дружище, почитай оферту, короче, ты будь готов, что у тебя будут такие-то трудности, что тебе там придется работать, это там, ну, не я буду за тебя работать, а ты сам будешь работать, ну, и так далее. Почитал, подписывай вперед, то есть у тебя есть свои обязательства, у меня есть свои. Я обязуюсь, значит, дать систему и обеспечивать обратной связью, а ты обязуешься отвечать на вопросы, там, если ты клиент, да, и давать тоже, там, ну, свои какие-то вещи. Угу, угу, я понял. Слушай, и последний, да, ладно, и последний вопрос, наверное, остался, а у тебя вообще в практике бывало, что человек платит тебе на консультацию, уже готов дальше идти, а ты такой, типа, не-не-не-не, мне кажется, это не твое, не семья работаешь больше. Нет, не помню такого. То есть, человек, как правило, у меня так как, очень просто, что человек, ну, я ему объясняю, чем просто, да, что, если, там, ты хочешь результат, то тебе придется работать, делать вот то, что мы сейчас обсудили. Тебе это надо? Надо. Готов? Готов. Тогда плати. Если он говорит, ну, чаще всего он говорит, там, я подумаю, если он, ну, не хочет платить, либо еще что-то, он, ну, сливается, такое бывает. Это нормальная история, то есть, надо дать возможность, ну, то есть, человек может быть, ну, не готов, то есть, не все люди готовы платить. И это нормально, то есть, кто-то хочет сам помучиться, это тоже нормально. Я сам такой, то есть, я очень долго думал, что я сейчас буду платить, там, эти 30 тысяч за консультацию, как это вообще возможно? Вот, я сейчас сам все сделал, я же умный. Вот, потом думаю, нет, у меня проект на целый год, если я сейчас не заплачу, то, скорее всего, целый год, я просто профукаю, ну, сделал эти 30 тысяч, для меня это большие были деньги, такой вот принес, и консультация длилась, там, минут 40, наверное, но я перекроил весь свой продукт, и он получился, ну, как бы, очень крутым, я вот в тот момент понял, что, блин, я из-за того, что никогда у меня опыта не было положительного, я вообще не понимал, как к кому-то можно отнести, я и сам не мог то же самое примерно делать. То есть, еще такая важная вещь, что, пока ты не научишься покупать, ну, нормально, да, и платить, ты и сам не сможешь продавать нормально, потому что, когда ты покупаешь, ты проживаешь все те вещи, которые проживает твой клиент, все страхи, все проблемы, все возражения, если ты этого не делал сам для себя, то ты не продашь, ты не понимаешь, то, что думает человек, когда читает твой текст, понимаешь? И вот это, как бы, важная вещь, то есть, по сути, ты инвестируешь деньги в свое обучение, ну, даже если там фигня получилась, значит, ты, как минимум, все равно поймешь, какие у тебя были сомнения, как они не оправдались, и, как тебе выгодно сделать продукт свой, чтобы он не был похож там на продукт этого шарлота, но это тоже хорошо. Понял, хорошо, и то есть, если вы хотите продавать на большие чеки, идите с Али Станиславой, платите ему 10 или 15 тысяч, и вот тогда сможете сразу чувствовать, что это такое, когда денежки-то прямо из рук. Ну, как минимум, можно посмотреть систему, по которой я буду рассказывать, как надо купить дорогой продукт, а чтобы купить дорогой продукт, нужно, чтобы он был, то есть, его надо составить. Для меня, например, самое сложное, даже не система продаж, продавать несложно вообще, когда у тебя продукт есть нормальный. Самое сложное сделать продукт крутой, то есть, я считаю, вот это вот самый главный упор, именно продукт, который дает результат системно. То есть, не я получил, не я взял кого-то и довел его до результата, а кто-то дошел до результата с моей помощью, с помощью продукта. Вот это вот очень круто, и это очень мало кто может сделать. То есть, даже вот сами делают, за руку берут, доводят, а вот что-то кто-то по продукту, тяжело. А сколько тебе сейчас уже на этой системе учеников, сколько ты людей выучаешь? 70. 70 человек? А есть уже те, кто дошли до верхних ступеней, скажем так? Ну, есть, да, то есть, у меня-то это идет достаточно давно, там, продукт пол, у меня основная тема это создание студии, то есть, мы учим создавать компанию системную, да, с нуля, по дизайну. Вот, у меня много дизайнеров учится, то есть, каждый на своем уровне, и вот их можно посмотреть, видео отчеты на нашей страничке, и можно, кто хочет компанию создать, либо в доходах вырасти, там есть, как это делать системно. Ну, я про систему от нуля до миллиона, которая... то есть, сначала ты выучился дизайну, потом ты растешь потихонечку, учишься привлекать клиентов, создавать команду, ну, это же все навыки, то есть, твоя задача просто навыки получить. Чтобы навыки получить, должна быть система, как в школе, и дальше ты делаешь уроки, домашние задания, то есть, не бывает по-другому, ну, Есть люди уже, которые, типа, дошли до миллиона и зарабатывают миллион? Ну, смотри, по финансам я точно сказать не могу, то есть, есть люди, которые построили систему, у которых регулярные заказы, и сколько-то... И не все хорошо. По 10 проектов, да, они есть у нас на сайте, ну, то есть, чужие цифры я не могу говорить, я, во-первых, их точно не знаю, они мне не отчитываются, во-вторых, как бы, может быть это не сильно правильно. У меня все-таки, как бы, я могу там про себя говорить, то есть, у меня есть понимание, как это делать, и есть кейс, как это сделано, вот. Другие ребята, которые делают, можно почитать, посмотреть, связаться с ними, в конце концов, как у них это происходит. Хорошо, они не будут говорить, Станислав просил не рассказывать нам об этом. Не-не-не, наоборот, пожалуйста, у меня-то в этом как раз-таки проблем нет, то есть, у меня все открыто, все люди живые, не то, что там какой-то виртуальный человек, аватарка, знаешь, как бывает, вот эти вот аватарки в фейсбуке, в вашем курсе. Кто эти люди? Они не гуглятся, их нету, ну, как бы, они не существуют. А у меня живые люди с готовыми студиями, работами, то есть, там и больше получают, на самом деле, миллион для дизайна, ну, как бы, для дизайна, это, ну, как бы, такая, небольшая сумма. Я вот, когда езжу по городам, даже вот не в Москве, 150 тысяч средние получают дизайнер. Ну, просто я говорю, кто там, кто-то получает. Вот, средняя цифра, 150 тысяч получает, ну, как фрилансер-дизайнер, который работает со своими проектами. Поэтому, как бы... Ну, слушай, для провинции это, наверное, в три раза выше средней зарплаты, наверное, мне кажется. дизайн выгодная тема, конечно, и интересная. Ясно. Ну, Ну, тут красную лампочку зажигать не пришлось, ну, почти, так скажем, она чуть-чуть порозовела. Ну, слушай, на этом у меня нет больше вопросов. Кажется, все разобрали. Не забывайте, пожалуйста, задавать свои новые вопросы. Я Станиславу лично их задам, и вы сэкономите 10-15 тысяч рублей. Так что, вот, довольно выгодное предложение. Вот. Как только у нас появятся новые вопросы, мы разберемся с Станиславом снова в эфире. Да, Сергей всегда заканчивает, что типа надо экономить, а я, наверное, больше зарабатывать. Потому что наша задача не экономить, а зарабатывать. Да, это точно. Недавно читал эссе Пола Грэма, и он говорит, что типа мир бы изменился, если бы люди, которые пытались сэкономить доллар, превратились в людей, которые пытались лучше заработать лишний доллар и не экономить на чем-то. Давай договоримся менять мышление, и в конце наших передач будешь говорить не что бы сэкономить, а как заработать. Если хотите заработать, присылайте вопросы. Да, хорошо, я буду вести дневник, так сказать, своих впечатлений, от общения с Таниславом. Спасибо, друзья, увидимся в новых сериях. Пока.